А директор НАБУ Артём Сытник сегодня в стенах Европарламента рассказывал о работе своего ведомства и о том, что мешает агентству доводить дела до конца. Подробнее Елена Абрамович. Сколько коррупционеров уже посадил? Этот вопрос он слышит с первого дня своей работы, рассказывает евродепутатам Артём Сытник. Но мало кто понимает, что задание НАБУ – начать расследование, а сажать в тюрьмы – это полномочия судов. И именно в судах дела тонут. И мы сейчас имеем справу с старыми, нереформованными судами, которые просто саботируют расследование этих справ, которые мы передаем им для расследования. Деякие справы, которые не складывают большей сложности, перебывают на расследовании в судах по полтора-два года. Решить проблему должно помочь в создании независимого антикоррупционного суда, заверил Сытник. И поблагодарил евродепутатов за то, что постоянно оказывали давление на украинскую власть в этом вопросе. Создание антикоррупционных органов было условием и для получения без виза, и для траншей Международного валютного фонда. Я четко вижу, что участие Евросоюза в создании антикоррупционных органов стоило того и явно дало плоды. Создать антикоррупционный суд реально уже до конца следующего лета, считает глава НАБУ. В Брюсселе же настаивает. Главное, чтобы все соответствовало стандартам. Президент Украины тоже высказался в поддержку создания антикоррупционного суда. Если это произойдет в тех рамках, которые очертил президент Еврокомиссии во время летнего саммита, прозрачным путем, с независимой процедурой избрания, чтобы судьи действительно могли независимо работать, тогда действительно будет возможность быстро достичь результатов. Результаты могут быть весомыми, заверил глава НАБУ. По его словам, следствие уже сейчас показывает. Есть огромный ресурс, который можно вернуть в бюджет Украины.